Время для обеспечения Давайте сначала вспомним, как мы вводим в гарантскую модель аунистической агрессии. У нас есть объекты, которые описываются с таймерным электропризмаком. Для каждого объекта есть межкласса и есть межкласса, который способен скалярно нажать на набыдаемую песню и поставить на логистическую функцию. Для этой штурмной метки, при объектах из настроенных веса решающих право ввода, вытягиваем все и х и х, и х и х и х, и х и х, и х и х. Коллега, у нас правоподорожны. Если мы вводим априорит на стыльном веса и получаем вот такую дисклассированную модель совместное распределение на объеме W, обусловленное на данные, которые по правилам произведения расписывают как произведение функции подоподобия на природное распределение. Соответственно, функция подоподобия задается логистической функцией, а природное распределение нормальное, с любым отожиданием, в данном случае проявляемый момент с 1 на 2, один процент регуляризации. Ну, а мы будем, поскольку дальше рассматривать шею на метод регулярного терминального 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 с индивидуальным процентом регуляризации для каждого веса. Давайте посмотрим, как же у нас тогда пришел свой задач нахождение мода апостерионного распределения, то есть точка болевая упаковка. Так, максимум апостерионного настроения на болевые условия, в том, что мы наблюдали обучающие рукопы из большой кай-большой. Значит, используем выше мода апостерионного распределения. Распределение нас не интересует на болевые пальцы, что он не зависит от болевых. Значит, нахождение равен на максимуму частиц. То есть, при результате правоподавая упаковка, еще и путина природное распределение на веса. Что мы делаем дальше? Вот так. Заменяем оптимизацию простей функции на оптимизацию суммы функций в том, что приходит в алгоритм. Продоподавая упаковка из рубрики расписывается как присудение продоподавателя отдельных объектов, то есть после алгоритмирования становится сумма по объекту. Мы берем алгоритм под логистической функцией, получаем минус алгоритм, где имеется плюс ел-средневек, минус триде, дублевая транспланированная веса. Это алгоритм, который наподавая упаковка щелоке, минус одна вторая, дублевая транспланированная, дублевая. Дублевая транспланированная констант, она в тормальном состоянии, может быть, не зависит от того, где он забил. То есть вот такая у вас задача. Так нужно мешать. Кто помнит, как у нас унистически здесь отличается? Нет, спуск. Чего-нибудь еще знаем? Да нет. Ну хорошо, сколько параметров, а еще, то есть, что можно про эту функцию сказать? Не выпуклая, а вогнутая. Если минус поставить, будет выпуклая. Выпуклая функция легко искать минимум, вогнутая функция легко искать максимум. Здесь мы как раз максимум ищем. Это вогнутая функция. Ну легко проверяется непосредственно. Здесь у нас стоит квадратичная форма с минусом. Тут стоит сумма логарифмов от логистических функций. Известно, что логарифм любой логистической функции – функция вогнутая. Ведет себя, кстати, как? Если мы вот здесь нарисуем, допустим, логарифм логистической функции… Логистическую функцию буду сигму обозначать. Значит, логарифм логистической функции ведет себя как-то вот так. У него две асимптоты. Значит, при х-темяющейся к плюс бесконечности нулевая, при х-темяющейся к минус бесконечности минус х. И вогнутая функция. Что-то у нас стоит сумма вогнутых функций. Функция тоже вогнутая. Значит, можно достаточно эффективно оптимизировать. Если у нас не слишком большие размерности и не слишком большие выборки, то наиболее эффективным способом для оптимизации вогнутых функций является метод Ньютона. То есть считаем гисян, обращаем, обнажаем на градиент и получаем шаг у метода Ньютона. Ну, в принципе, в курсе методоптана наверняка уже неоднократно проходили. Окей. То есть вывод какой? Эту задачу в отличие от линейной регрессии. Запомните, в линейной регрессии у нас возникала явная формула для нахождения что оценки максимального подобия, что оценки максимума пастерёрной плотности. Здесь у нас явной формулы не возникает, но возникает довольно простая задача оптимизации, которую можно почти мгновенно решить, когда у нас размерности не очень большие методом Ньютона. Если размерности большие, то существует масштабируемая версия для логистической регрессии, которая, опять же, позволяет уже обычным градиентным подъём но сравнительно эффективно точку максимума найти. То есть эта задача, в принципе, не сложная. Окей. Значит, ну это всё в предположении, что нам эти индивидуальные коэффициенты известны. Собственно, теперь начинается самое интересное. Как же их настраивать? Ну и дальнейшая лекция у нас будет состоять из двух кусочков. Сначала я расскажу метод, практически работающий, но не корректный математически, а потом расскажу, как же нужно математически корректно задачу решать. Но там мы общую схему накидаем, до деталей доходить не будем, потому что реально на практике все используют первый метод, он экспериментально показан, что хорошо работает. А у вас, собственно, будет практическое задание. Потом самим написать метод релевантных опекторов и применить его для задачи отбора признаков, как раз классификация. Итак, значит, теперь наша задача – это воспользоваться принципом наибольшей обоснованности для оценки коэффициентов регуляризации альфа. Чисто формально я вот здесь должен написать, что у меня конкретный выбор априорного распределения определяется значениями коэффициентов альфа. Значит, у меня возникает вот такая задача. Поэтому можно говорить, что метод наибольшей обоснованности в каком-то смысле – это метод максимального протоподобия, но только в пространстве не отдельных алгоритмов, а в пространстве моделей. Каждое значение альфа задает нам конкретную модель вот такого вида. И мы фактически выписываем протоподобие каждой модели и дальше по методу максимального протоподобия действуем. Но, повторю, мы действуем не в пространстве алгоритмов принятия решений, не в пространстве W, а в пространстве альфа. Поэтому такую величину часто в англоязычной литературе называют type to likelihood – протоподобие второго рода или marginal likelihood – маргинальное протоподобие. Ну, либо evidence – обоснованность. Все это реально об одном и том же. Значит, чтобы нам получить выражение для обоснованности, мы просто берем выражение для нашей вероятности модели и проводим маргинализацию по тем переменным, которых мы не наблюдаем на этапе обучения. На этапе обучения мы наблюдаем tx – обучающую выборку, но мы не видим w. Значит, по w проводим маргинализацию. Итого получаем под интегралом у нас произведение родоподобие обучающей выборки на априорное распределение w. То же самое выражение, которое было на прошлой лекции. Да вот беда. На прошлой лекции у нас вот тут вот были сопряженные распределения, и поэтому интеграл обрался аналитически. А сегодня немножко все хуже стало. У нас вот здесь вот произведение логистических функций, здесь гаусиана. Эти распределения не сопрягаются. Отсюда вывод. Первое – мы не можем сделать аналитический байесовский вывод, то есть мы не можем в явном виде посчитать апостереренное распределение на w. Ну и как следствие, это же означает, что мы не можем посчитать нормировочную константу в теореме байеса, в знаменателе как раз у нас обоснованность и стоит. Вопрос, что делать? Ну, собственно, вариантов немного. Нужно использовать какие-то приближенные схемы. Ну вот мы с двумя схемами сейчас с вами познакомимся. Значит, давайте посмотрим вот на это выражение. Собственно, тут стоит фактически логарифм от подинтегральной функции. Если я подинтегральную функцию, как раньше, обзавел q от w, у меня вот здесь вот стоит логарифм q от w. Что можно про эту функцию сказать? Значит, первое – она вогнутая, как вы сами уже выяснили. Как вы думаете, какая у нее будет асимптотика? То есть, когда w уходит в плюс и минус бесконечности. Какие у нее хвосты будут? Нет. То есть, как бы, смотрите, вот здесь вот, у этой функции, у нее оба хвоста линейные. Я вот ее только что рисовал. То есть, вот она такой вид имеет. У нее здесь линейные асимптоты, здесь линейные асимптоты. У нас сумма таких вот функций, ну, как в многомерном пространстве, как в разные стороны ориентированных, плюс квадратичная функция. Значит, хвосты будут какие? Конечно. Линейная функция плюс квадратичная, здесь квадратичная функция. Значит, у нее будут квадратичные хвосты. То есть, она на бесконечности будет вести себя как парабола. Благодаря вот этому члену. Если мы ее нарисуем, у нас будет что-то, ну, вот. Я слишком симметрично нарисовал. Как-то так будет функция выглядеть в таком многомерном пространстве. Возникает идея. А давайте мы попробуем эту функцию параболой приблизить. Почему? Если я логариев муку приближу параболой, а вогнутую функцию, в принципе, ну, более-менее точно приблизить можно. Причем парабола, очевидно, будет перевернута рогами вниз. То тогда сама подинтегральная функция будет из себя что представлять? Ну, ненормированную гаусяну. То есть перевернута парабола под экспонентой. У перевернутой параболы под экспонентой интеграл берется аналитически. И дальше мы уже сможем эту оценку, ну, сможем попытаться ее прооптимизировать по альфа. Да, возникает вопрос. А в какой бы точке нам разложить? То есть, если мы хотим приблизить параболой, как будем приближать? Ну, очевидно, разложение в ряд теора. Вопрос в какой точке? Почему? Ну, это недостаточно убедительный аргумент. Сейчас, сейчас. То есть, в прошлый раз мы так делали, в прошлый раз мы вообще в любой точке разложения делать. Потому что мы раскладывали в ряд теора параболы. В какой точке не раскладываю, будет все та же парабола. Мы делали в точке максимум исключительно для того, чтобы избавиться от члена с градиентом, что у нас был нулевой член и второй член разложения теора. Здесь очевидно, поскольку эта функция не парабола, в зависимости от того, в какой точке я ее начну раскладывать, у меня будут разные параболы получаться. Вот как бы это приближение, деваться некуда. Значит, давайте мысленно возьмем вот этой функции экспоненту. Тогда мы получим, очевидно, в функции q от w что-то примерно вот такое. Значит, функция не отрицательная. Ну и вот одна горба, колоколообразная. В принципе, чем-то похожа на гаусяна, но не гаусяна. Теперь я говорю, а я попытаюсь, если я выполню приближение параболы в эгорифмической шкале, это будет соответствовать приближению ненормированной гаусяной в исходной шкале. Так? При этом, разложение в теора в некоторые точки означает, что я в окрестности этой точки функцию приближаю хорошо. Согласны? Осталось понять, глядя на эту функцию, а в каком месте нам бы ее нужно хорошо приблизить. Да вот, допустим, выберу я вот эту точку. И вот в ней попробую так вот хорошо приблизить гаусяной. В окрестной точке отлично описываю локально. Подойдет ли такая аппроксимация? Правильно, почему нужно делать в окрестности максимума? Потому что наша задача, вообще-то, интеграл считать от функции код w. Нас не сама функция интересует, а значение интеграла от нее. Потому что мы дальше будем от значения этого интеграла максимизировать. Поэтому нам нужно хорошо описать функцию там, где как бы у нее основная масса сосредоточена. А основная масса у немодальной функции, очевидно, будет сосредоточена в районе точки максимума. Поэтому в ней и надо раскладывать. И тогда мы в ней локально приблизим хорошо функцию, но дальше уже будет как-то у нас приближение, естественно, различаться. Но интеграл будет, ну, в первом приближении примерно тот же самый, что интеграл от функции код w. То есть вот какая логика. Вот почему раскладываем точки максимума. Собственно, такое приближение в статистике хорошо известно. Носит название метод Лапласа или приближение Лапласа. А в физике оно же носит название метод перевала. Если кто-то ему сможет объяснить, где здесь перевал, я буду ему премного благодарен. Я не понимаю. То есть что такое приближение Лапласа? Мы берем колоколообразную функцию и в точке максимума раскладываем ее алгоритм в ряд Тлора до второго члена. Ну и тем самым в исходной шкале получаем что-то типа гаусяна ненормированной. Итак, значит, логарифм q от w приближенно равен. Раскладываю его в ряд Тлора в точке wmp. Значит, значение самой функции в этой точке. Первый член разложения нулевой. Понятно? Потому что градиент нулевой. Сразу пишу плюс одна вторая и второй член разложения. Так же, как мы делали на прошлой лекции. Вторая производная логарифм q. Матрица какая? Отрицательная определенная. Перевернутая же парабола. Значит, давайте мы тогда возьмем минус вторую производную и обозначим это за функцию, за матрицу Sibu-1. Тогда это же выражение можно переписать. Ну, даже не это выражение, давайте сразу я теперь под интегральной функцией для код w. Могу написать, что приближенно она равна код wmp. Значение в точке максимума. Умножить на экспоненту. Минус одна вторая. w-wmp. Транспонированная. Sibu-1. w-wmp. Очень похоже. Ну, собственно, это в точности ненормированные гауссианы есть. Тогда обоснованность мою, заменив под интегральную функцию вот на такое приближение, что я получу? Значит, код wmp у меня выносится. Чем будет равно значение такого интеграла, такой функции? Вспоминаем. Так, диктуем. Почему вы взбиваете это? В числителе. Значит, 2π в степени d пополам на корень из определителя матрицы σ. Так? Значит, если мы дальше хотим у этой функции находить максимум по α, как обычно, переходим к логарифму, рассматриваем логарифм обоснованности. Тогда он у нас приближенно равен. Логарифм код wmp плюс d пополам логарифм 2π, ну, что, в принципе, нас не интересует, поскольку это константа, плюс 1,2 логарифм определителя матрицы σ, ну, или минус 1,2 на логарифм определителя матрицы σ минус 1. Ионам дифференцировать будет проще. У α, как и на прошлой лекции. Дифференцируем логарифм обоснованности у αg. Производная первого слагаемого у α. Чем будет равна? Нет, не 0. Во-первых, wmp зависит от α. Как и на прошлой лекции, и, значит, опять же, давайте мы мысленно сделаем вид, что пусть расцепим зависимости. Будем перечитывать α, а потом будем пересчитывать отдельно wmp при текущих α. Потом снова будем пересчитывать α, снова пересчитывать wmp. Но даже если wmp у нас от α не зависит, тут зависимость от α все равно есть. Вспоминаем, тут у нас что стоит? Логарифм продопадой обучающей выборки плюс логарифм априорного распределения. Продопадой обучающей выборки от α больше никак не зависит. Только через точку wmp. А в априорном распределении? У нас там возникает квадратичная форма. Одна вторая, w транспонированная, а w. Так? То есть ее же можно по координатам расписать сумму по i α и wmp. wmp в квадрате. Если мы такое выражение по α и g продифференцируем, что получим? Что-то вы сегодня какие-то сонные. Дифференцируем по α и g получим 1 вторая, wmp, житая в квадрате. Кроме того, где у меня еще будет зависимость от α в априорном распределении? Кроме квадратичной формы. Еще в одном месте будет. Потому что как у нас выглядит априорное распределение? W при условии а. Есть корень из определителя а на 2π в степени d на экспонента минус 1 вторая w транспонированная а w. Так, поднимаем руки те, кто не понимает, откуда вот этот вот определитель а взялся. Есть такие? Ну честно, честно, не стесняемся. Моя задача как бы научить. Значит, тут стоит многомерное нормальное распределение. Ну, модель мы так ввели. С нулевым отожиданием у квадратичной матрицы а в минус 1. Вот, собственно, под экспонентой записано. Но у многомерного нормального распределения еще есть нормировочная константа. В одномерном случае это единица делить на корень из 2π σ. В многомерном случае это единица на 2π в степени d пополам на определитель квадратичной матрицы в знаменателе. Здесь у меня обратная квадратичная матрица а в минус 1. Поэтому я определить а написал в числителе. Либо могу сказать в знаменателе определить матрица а в минус 1. Это была бы как раз квадратичная матрица. То есть это просто нормировочная константа для многомерного нормального распределения. Но вот немножечко в другой параметризации. Когда я не через σ квадратичную матрицу обозначил, а через а обозначил обратную квадратичную матрицу. Понятно? Супер. Значит, теперь что я сделал? Я перешел к логарифму. Значит, мысленно берем логарифм от этого. Значит, у меня возникла здесь квадратичная форма. Ее я по αg продифференцировал. У меня осталось W, J, T, квадрат. Осталось продифференцировать этот кусочек. То есть у меня будет квадратичная форма плюс 1,2 логарифма определителя α. Ну, определителя А. Значит, если мы начинаем дифференцировать по αg, что мы получаем? А дальше? Только не на корень, но у нас матрица А имеет вот такой вот вид. Значит, ее определитель – это просто произведение α. Логарифм определителя – сумма логарифмов αg. Производная логарифма αg по αg единица на αg. Так? И 1,2, потому что здесь был корень. Значит, плюс 1, ну, единица поделить на 2 αg. И дальше осталось взять производную от этого кусочка. Значит, давайте я сразу напишу – это σGG. На прошлой лекции выводили. Как матрицу σ дифференцировать по αg. Значит, ну и производную приравниваем к нулю. И отсюда, как бы, нужно получить формулу для пересчета αg. Если бы у нас больше ничего от α не зависело, могли бы просто эту формулу αg в явном виде выразить. И сказать, вот ответ. Вот оптимальное значение αg. Но поскольку мы понимаем, что на самом деле αg у нас входит сюда, αg входит сюда, то как бы тут честную формулу получить не удается, можно получить только итерационный процесс, который еще не факт, что сойдется. Но пока, как бы я сказал, пока презентую метод практически работающий, но математически некорректный. Значит, вспоминаем, опять же, прошлую лекцию. Коль скоро мы начинаем говорить об итерационных процессах, тут очень важно функцию преобразовать так, чтобы итерационный процесс у нее устойчиво сходился. И мы говорили, что мы дифференцировать будем не по αg, а по логарифму αg. Это эквивалентно тому, что мы берем производную у αg, умножаем ее на αg. Ноль производной не изменится, но итерационные формулы для пересчета поменяются. Ну и отсюда, значит, получаем выражение 1 2 αg wmp gt2 плюс 1 2 минус… Так, а где-то я минус забыл. А минус я забыл вот здесь вот. У меня же как бы с минусом это выражение было. Значит, здесь минус плюс 1 2 минус 1 2 αg на σg gg равно 0. Я не вдаюсь в подробность, потому что это в точность то, что мы делали в прошлый раз на лекции. Все аналогичные операции выполняли. Теперь мы объявляем одну αg new, другую old, ну и все остальное, что куда αg еще входит, тоже будет как бы αg old входить. И получаем окончательно вот такую вот формулу для пересчета. αg new равно в числителе 1 минус αg old на σg gg в знаменателе wmp gt2. То есть такую же формулу, по которой мы пересчитывали α на прошлую лекцию. Вот это то, как метод будет работать. Значит, что мы делаем? Фиксируем произвольное начальное приближение. Например, все αg кладем равные единице, или там 1 сотый. Находим точку максимума апостерерной плотности, то есть точку wmp, решая задачу вогнутой задачи оптимизации. То есть задачу, которую можно довольно легко решить. Метод сходится за несколько итераций. Нашли точку wmp, посчитали вторую производную вот для логарифма функции q, то есть для логарифма протоподойной обучающей выборки плюс логарифм оприорного распределения. Значит, это вторую производную. Взяли, значит, от нее обратную матрицу, обозвали это матрицей σ. Все, теперь у меня есть σ, есть wmp, я пересчитываю α. Пересчитал все α, заново нахожу точку wmp, заново рассчитываю матрицу σ, снова пересчитываю α и так далее. До сходимости. Как и в задаче регрессии наблюдается аналогичный эффект автоматического определения значимости, или automatic relevance determination, значительная часть α начинает уходить в плюс бесконечность. Уход α в плюс бесконечность означает, что соответствующее оприорное распределение на соответствующий компонент, на соответствующий вес, дельта функции в нуле. То есть вес тождественного равен нулю, он из нуля никуда не сдвинется, значит, может соответствующий признак исключить из рассмотрения. Тем самым достигается, опять же, эффективный отбор признаков. Аналогичный метод можно запускать в ситуации, когда у нас в качестве признаков стоят не x, а базисные функции. то есть функция такого вот вида. Ну, в базовом курсе машинного обучения сталкивались? С такими сталкивались, чудно. То есть в этой ситуации у нас число признаков равно числу объектов обучающей убрать, то есть n равно d. Если мы запускаем метод релевантных факторов в таком случае, то у нас там до 99%, иногда и больше 99%, всех альфа уходит в плюс бесконечности. То есть у нас получаются невероятно разреженные решающие правила. Когда буквально 2, 3, 4, ну там 10 базисных функций остается, все остальные исключены из рассмотрения. При этом классификатор получается нормально, который на тест-выборке работает так же, как и обычная логистическая регрессия. То есть мы в качестве не теряем, но при этом львиную долю признаков отбрасываем. Почему? Потому что, опять же, в определенном смысле мы действуем по принципу Окама. Находим простейший классификатор, который в состоянии обучающая выборку, то есть как бы наблюдаемые данные объяснить. Окей, хорошо. В принципе, можно было на этом лекцию заканчивать. Давайте подумаем, а как бы все-таки в каком месте здесь некорректности и к чему они потенциально могут приводить? Ну хорошо, да, не факт, что сходится алгоритм. А почему, собственно, он может не сходиться? Какие здесь подводные камни? Так. Да. Правильно все говорите. На самом деле здесь, ну, это, видимо, все-таки одна и та же причина. То есть, смотрите, нет ничего дурного в том, чтобы сложную функцию приближать к более простой функции. Проблемы начинаются, когда мы начинаем на этом приближении решать задачу оптимизации. То есть, когда у нас есть задача поиска максимума некоторой функции, ну, скажем, хотим у функции f от x найти максимум. Дальше, ну, f от x функция сложная, может быть, мы не умеем считать, может быть, мы не умеем оптимизировать. Давайте мы вместо функции f от x функцию g от x возьмем, которая похожа на функцию f приближенно. И тогда скажем, и давайте теперь вместо функции f от x максимизировать функцию g от x. Используя так максимум в качестве приближенного решения для решения исходной задачи. Вот это очень скользкая дорожка. Ничего плохого в том, чтобы функцию заменять на оптимацию нет. Риски начинаются, когда мы начинаем оптимацию максимизировать. Почему? Потому что в ходе такой максимизации мы рискуем сколь угодно далеко отойти от исходной функции. То есть мы начинаем поощрять ситуацию, когда у нас функция g от x отличается от функции f в большую сторону. И чем сильнее она отличается, тем в каком-то смысле лучше с точки зрения вот такой задачи оптимизации. Представим себе, например, такую картинку. Вот у нас есть какая-то функция f от x. Мы заменили ее на, ну, в каком-то смысле более простую приближенную функцию g от x, которая почти везде хорошо приближает функцию f. Но вот в двух точках она приблизила и плохо. А теперь мы говорим, будем искать максимум функции g от x. При максимизации функции g от x мы начинаем неявно поощрять ситуацию, когда g от x сильно в большую сторону отличается от f от x. И вот найдем вот эту точку. Хотя она никакого отношения к точке максимума исходной функции не имела. Хотя рассматривать в принципе, что ну вот f от x примерно как g от x, или g от x примерно как f от x себя ведет. Примерно ведет. Но не в смысле решения экстремальных задач. Не в смысле точки максимума и минимума. Собственно, проблема переобучения в машинном обучении вызвана в точности тем же самым. У нас есть понятие среднего риска, есть понятие эмпирического риска. Знаете, что такое было? Ну, то есть, грубо говоря, ошибка на генеральной совокупности, ошибка на обучающей уборке. В принципе, вещи... Ну, эмпирический риск — это приближенная оценка на средний риск. Они все приближенно ведут себя одинаково. Пока мы не начинаем решать задачи оптимизации эмпирического риска. Как только мы начинаем решать, у нас неизбежно возникает... То есть, мы находим такие значения параметров, алгоритм машинного обучения, при которых эмпирический риск самый маленький, при этом далеко это не всегда означает, что средний риск маленький. То есть, легко может возникать ситуацию переобучения. Это вот такая ситуация. Почти при всех значениях у нас функции были похожи. Но как только мы начали решать задачу оптимизации, мы косвенно поощрили найти такие значения W, такие значения весов, при которых одно будет сильно больше другого. И тем самым мы нашли максимум эмпирического риска, точнее, минимум эмпирического риска, не найдя минимум среднего риска, иногда даже близко. Не найдя этого. Поэтому вот такой вот путь, вот это главное, ну, как бы не то, что ошибка наша, но, скажем, главная зона риска. Все остальное вытекает уже отсюда. То есть, к чему это может приводить? Первое. Значит, мы можем, увлекшись решением задачи максимизации вот такого выражения, найти такие альфа, при которых вот это выражение большое значение принимает, а обоснованность наша при этом маленькая. Ну, например, когда такое может быть? Например, мы ухитрились найти такие альфа, при которых наша функция, наша обоснованность, допустим, ведет себя как, точнее, подинтегральная функция ведет себя как-то вот так, код W. А мы начали приближать в окрест точки максимума и получили вот такое вот приближение вопласса. В окрест точке максимум неплохо приближает, а дальше начинает приближать плохо. И поэтому значение интеграла под желтую функцию, оно очень большое, обоснованность, так бы, значение нашей оценки на обоснованность высок, а реально обоснованность-то не такая уж и большая. Приближение у нас плохое стало. Мы не просто такую ситуацию не исключаем, а мы ее косвенно поощряем, пытаясь оптимизировать интеграл от желтой функции вместо интеграла от белой функции. Это первое. Второе. Где еще могут быть проблемы? Проблема в том, что у нас теперь матрица сигма зависит от WMP. В случае линейной регрессии не зависело. Там кривизна была постоянная, алгоритм интегральной функции. Здесь она вообще в разных точках W разная. Мы этот факт нигде не учитываем, мы просто пересчитываем, то есть мы при пересчете альфа говорим, а, WMP фиксировано, здесь у нее все фиксировано, а потом я как бы сделал апдейт по WMP. Ну, так в принципе делать можно, сжав кулачки, но вообще есть риск того, что процесс может зациклиться. То есть мы можем, пересчитав альфы, пересчитать WMP и получить те же значения, с которых мы там пару-три раз назад ушли. У нас не гарантируется монотонность. У нас не гарантируется, что у нас даже вот эта функция будет монотонно возрастать. Поэтому возможна ситуация зацикливания. Это как бы тоже минус. На практике, повторюсь, для нормальных задач машинного обучения, то есть какие-то экзотические случаи придумать можно, но на практике для реальных задач такого не происходит. Метод как бы устойчиво сходится, но мы должны понимать, что вот такие нюансы есть. Что же делать-то? Какой мы знаем метод, который позволяет вот этот риск исключить? Да. Да. Если мы заменим вот не на такое приближение, а вот на такое, скажем, вместо функции FATX будем оптимизировать функцию FATX, с которой гарантированно меньше либо 1, чем функция FATX, то поиск максимума GATX не просто мы будем подпирать снизу функцию FATX, но мы еще будем и уменьшать как бы зазор неявно между функцией FATX и функцией GATX. Поэтому максимизация функции GATX нам гарантирован аппроксимацию только улучшает, а не ухудшает. Одна беда. Вот если в таком виде делать, у нас легко может оказаться вот следующая ситуация. Вот у меня функция FATX. Я взял и снизу ее приблизил к функции GATX, которая где-то сильно-сильно ниже лежит. И теперь ищу функцию GATX максимум. Ну вот я его нашел. Никакого отношения к максимуму функции FATX он, естественно, не имеет. В принципе, когда я нахожу максимум GATX, я действительно пытаюсь и неявно вот этот вот разрыв между FATX и GATX уменьшить. То есть тем самым как бы сделать аппроксимацию точнее. Но вообще говоря, просто произвольная нижняя граница к хорошему результату может не приводить. Если она произвольная нижняя граница. Для того, чтобы у меня реально можно было эффективно приблизить решение вот этой задачи через максимизацию нижней границы, нижняя граница будет вариационная. То есть это должно быть не одна функция, а континум функций, которые, ну как бы варьируя эти функции, можно неплохо приближать исходную функцию в той или иной окрестности. Вот когда у меня возникает такая ситуация, у меня возникает вариационная нижняя граница. И вот тогда действительно я могу оптимизировать вариационную нижнюю границу, как по параметрам X, так и по вариационным параметрам, добиваться сходимости, ну хотя бы к локальному максимуму исходной функции FATX. Собственно, это мы сейчас с вами и будем делать. Значит, давайте вспомним. Теперь уже строго, что такое вариационная нижняя граница. Ну, сейчас, ну-ка, ну да. Значит, будем говорить, что функция G от X кси вариационная нижняя граница для функции F от X, если справедливо два утверждения. Первое утверждение гарантирует, что у меня это просто при всех значениях вариационных параметров у меня вариационная нижняя граница. Для любых кси, для любых х верно, что F от X всегда больше либо равна G от X кси. О параметрах кси можно думать как? Что это как бы индексирующий параметр. То есть у меня есть не одна функция G от X, а континуум функции G от X, и вот индекс этих функций — это вот кси. При каждом значении кси у меня есть какая-то функция G от X, индексируемое данное значение кси. И у меня все функции G от X, они все строго меньше, точнее, меньше либо равны, чем функции F от X. То есть все они являются нижними оценками, нижними границами. Этого, как мы понимаем, недостаточно, потому что нижняя граница, может быть, сколь угодно плохая. Нам важна еще вариационность. То есть возможность хотя бы в какой-то окрестности функцию G от X сделать точной, ну, сделать так, чтобы G от X совпадала с F от X. Поэтому есть второе условие. Для любого X существует кси, ну давайте x0, существует кси0, такая что, если мы возьмем нашу нижнюю границу с индексом кси0, в точке x0 она будет совпадать с функцией F от x0. То есть у нас, мы с одной стороны подперли снизу исходную функцию, и поэтому максимизация нижней оценки уж нас точно не придет к тому, что отрыв произойдет в нашей аппроксимации от исходной функции. И второе, у нас не одна теперь нижняя граница, их много, и мы можем варьировать параметры кси, добиваясь того, чтобы мы хорошо приблизили F от X в произвольной окрестности. Тогда, если будем решать задачу оптимизации функции G по X и по кси одновременно, мы будем, первое, находить нужную окрестность, в которой функция F от X достигает максимума, и второе, в этой окрестности, собственно, функцию G от X максимизировать. Такая двойная задача. То есть мы с одной стороны все лучше и лучше, все ближе и ближе к функции F от X, а с другой стороны мы еще и такие X находим, в которых функция F от X большая. Двух зайцев убиваем. И аппроксимация точнее, и значение функции F от X выше. Возникает вопрос. Ну хорошо, на бумаге все это гладко, пока про овраги не вспомнили. Откуда брать-то функции такие? Правильно. Так вот беда. У нас тут вот как-то с выпуклыми функциями все не очень. От функции, которая под интегралом, она вообще не выпуклую, не вогнутая. Возьмем логарифм под интегральные функции, получим функцию вогнутую. Ну, а не, ну снова. Нет, окей, окей. В принципе, в правильном направлении рассуждаете. Просто обратите внимание. Если у нас функция вогнутая, если будем встроить к ней касательно, мы будем получать вариационные не нижние оценки, а вариационные верхние. Вариационные верхние границы. Если бы мы решали задачу минимизации, нам бы это устроило. Но мы максимизируем. Если мы максимизируем, нужны вариационные нижние границы. А если мы возьмем логарифм вот этой функции, получим только, ну, здесь можно для него выписать только вариационные верхние границы. Чего-то не хватает. Но если бы минус возьмем, у нас задача максимизации, придет задача минимизации. Хрен редки не совать. У нас будет задача минимизации и вариационные нижние границы. Когда нам нужны будут вариационные верхние границы. То есть тут на уровне плюс на минус заменить не лечится. Надо немножко хитрее проделать. Но сейчас мы все сделаем. И второе, обратите внимание, даже если мы найдем сейчас такую вот вариационную нижнюю границу, нам вообще-то надо, чтобы еще вот этот интеграл вот этой вариационной нижней границы брался аналитически. Потому что если аналитически браться не будет, то у нас, опять же, шило на мыло получается. мы здесь пытаемся замену делать, потому что мы не можем часто интеграл взять функцию код W. Значит, мы должны заменить ее на что-то, от чего интеграл мы сможем взять аналитически. И так, чтобы при этом тут у нас бывающие вариационные нижние границы. Да. От какого? Ну, то есть, логарифм код W. Смотрите. Ну, то есть, в принципе, мысль разумная. Но вообще-то, мы практически это и сделали только что при приближении в Апласа. Только безо всяких вариационных нижних границ. просто как бы тупо заменили на параболу логарифм код интегральным функциям. А, все, я понял. То есть, вы как хотите в качестве вариационного параметра точку разложения использовать. Хорошая мысль. Даже очень. Если мне не напомнить на экзамене, я вам даже оценку повышу. Вот беда. А мы гарантировать не можем, что она будет нижней границей. У нас под интегральной функцией ведется как-то вот так вот. Логарифм код W. Когда мы начинаем разлагать в ряд теория ее, ну, допустим, вот в этой точке, мы получим параболу, которая здесь функция обижает хорошо. Вот, допустим, вот такого вида. Легко. То есть, у нас эта функция, она не меньше либо равна, чем исходная. Нарышается требование 1. Поэтому максимизировать вот такие вот штуки можно, теоретически. Но это красная ситуация, когда мы одну функцию просто приближенно заменили на другую. Максимизация приближения может привести к тому, что мы просто сколь угодно далеко оторвемся от исходной функции. То есть, найдем такую область параметров, при которых у нас приближение очень плохое и отличается в большую сторону от исходной функции. Не канает. Но попытка была хорошая. Лепши, собственностья? Вообще говоря, нету. Итак, что мы сейчас будем делать? Будем пытаться вот эту функцию заменить. Ну, хорошо. Заменить ее. Хотя нет. Давайте даже как бы мне это концептуально-то сказать. Ну, хорошо. Значит, под интегральную функцию будем заменять на вариационную нижнюю границу. Такую, чтобы у нас после такой замены интеграл брался аналитически. Интеграл будет зависеть от вариационных параметров. Мы будем по этим вариационным параметрам интеграл оптимизировать. Уже взятый аналитически. По ним и по гиперпараметрам альфа, которые у нас раньше были. Для того, чтобы это сделать, попробуем построить вариационные нижние границы для логистической функции. Вот здесь вот. То есть рассмотрим логистическую функцию. Сейчас запишу для простаты от одной переменной, потом мы это перенесем внутривиально на случай, когда у нас тут скалярное произведение W на X стоит. И попробуем для такой функции найти вариационную нижнюю границу, которая будет из себя представлять ненормированную гаусяну. То есть у нас вот такая вот сигмойна. А я буду снизу ненормированные гаусяны приближать. Причем у меня будет континуум разных гаусян, зависит от того, в какой точке я хочу хорошо приблизить. Сейчас могу вот так вот приблизить, так вот приблизить, так вот приблизить, и так далее. У меня будет континуум таких вот нижних границ. Два вопроса вам. Вопрос номер раз. Если я действительно каждую такую сигмоиду приближу такой ненормированной гаусяной, у меня после этого интеграл возьмется? Ну, у нас будет как бы произведение ненормированных гаусян, и тут еще гаусяна. Все. Это как бы гарантированно берется. То есть у нас функциональный вид будет перевернутая парабола под экспоненты. Это хорошо. Вопрос номер два. А как вы думаете, вот насколько вообще адекватно сигмоидную функцию приближать к гаусяной? Что? Ну, у нас сигмоидная функция, она как бы с одной стороны в ноль уходит, с другой в единицу уходит, а мы пытаемся колоколообразную функцию приближать, которая в обе стороны в ноль уходит. У нас сигмоидная функция, колоколообразная, колоколообразная, ну, от нее от одной не сходится, мы дальше умножаем на другие, да еще и на гаусяну. Ну, то есть ответ как бы какой, что, конечно, каждую отдельно взятую сигмоидную функцию гаусяной приближать как-то глупо, но они не похожи сильно. На мы-то наша задача приблизить не отдельно взятую сигмоиду, а наша задача приблизить произведение сигмоиду, где же произведение стоит по всем объектам обучающей рубрики, да еще умноженное на гаусяну. Мы знаем, что вот эта вот штука вся, она выглядит очень похоже на гаусяну. И поэтому можем попробовать каждый множитель приблизить гаусяной, когда мы перемножим, у нас тоже получится гаусяна. Потому что нам важно функцию, сигмоидную функцию, не везде хорошо приблизить, а в некоторой области. потому что у нас каждая сигмоидная функция приближается на что-то другое, как бы на контекст. И мы реально как будто сигмоидной функции берем маленький кусочек, потому что в остальных значениях w у нас просто остальные множители близки к нулю. То есть если мы нашу сигмоиду, белую функцию, это допустим один множитель отсюда. Все остальные множители рассмотрим из этого выражения, они ведут себя колоколообразно, приближенно похоже на гаусяну. Ну вот допустим вот так вот. Так, что-то у меня не по цвету не отличаются. Давайте фиолетовую возьму и еще раз пририсую картинку. Итак, вот есть одна моя сигмоидная. Это один множитель вот из-под интегрального выражения. Все остальные множители у меня после их произведения похожи на гаусяну. Вот я рисую. Значит, тем самым мое подинтегральное выражение представляет из себя что? Произведение фиолетовой функции на белую функцию. Все понимают, что это будет, ну вот, чуть-чуть фиолетовая функция изменится. Немножко. Внимание, вопрос. Какой смысл? Теперь, значит, моя задача попробовать приблизить белую функцию какой-то гаусянкой. Какой смысл мне белую функцию хорошо приближать гаусяной, скажем, вот в этой области? Никакого. Потому что дальше я это умножу все равно здесь почти на ноль. Аналогично мне бессмысленно приближать хорошо белую функцию гаусяной в этой области. Никакого смысла нет. Потому что мне опять же дальше потом все это умножится на ноль. А вот в этой области мне очень важно приблизить хорошо белую функцию. Если в этой области я, допустим, вот такую гаусяну рассмотрю и заменю белую функцию на желтую функцию, то после произведения с фиолетовой у меня произведение будет близко к произведению белой и фиолетовой. То есть произведение желтой и фиолетовой станет близко к произведению белой и фиолетовой. Понимаете? На чём идёт играт. То есть я пытаюсь сделать приближение в контексте. У меня нет возможности всюду хорошо приблизить белую функцию. Но у меня есть возможность в произвольной окрестностях её хорошо приблизить. Хорошо приблизить под перефор и снизу, что немаловажно, чтобы у меня, не дай бог, отрыва не произошло. Для выбора окрестностей, в которых я хорошо приближаю, у меня есть как раз мои вариационные параметры, кси. Поэтому, собственно, введя оптимизацию одновременно по вариационным параметрам и по альфам, я буду как раз выбирать нужную окрестность, которая для заданного контекста мне задаёт как раз область, которая должна хорошо приблизить каждому отдельную сегмоиду. Это как бы концепция того, что мы сейчас будем делать. Теперь осталось, собственно, для отдельно взятой сегмоидной функции построить её вариационную оценку вида ненормированной гаусяна, то есть вида экспонента от перевёрнутой параболы. Давайте попробуем это сделать. По-своему это даже увлекательный процесс. Как было замечено, мы умеем очень легко строить вариационные нижние границы для выпуклых функций. Для выпуклых функций семейство касательных к произвольной точке. Вот вариационная нижняя граница. Они гарантированно всюду меньше либо равны, чем исходная функция. И в каждой произвольной точке можно добиться, чтобы у нас касательная касалась, собственно, нашей исходной функции. Значит, задача из сегмоидной функции сделать функцию выпуклую. Действие первое. Берём логарифм от сегмоидной функции. То есть получаем минус логарифм 1 плюс e в степени минус x. Начинаем смотреть на эту функцию. Увы, ах, она вогнута. А нам выпуклая нужна. Чет пока не срастается. Ну ладно, попробуем дальше. Вынесем из-под алгоритма e в степени минус x пополам. Теперь логарифм произведения представляю как сумму логарифмов. Логарифм от e в степени минус x пополам есть минус x пополам. И с этим минусом дает x пополам. x пополам минус логарифм от четной функции. Согласны? Что означает, что функция четная? Я могу здесь вот модуль навесить. Ничего не изменится. Пока, как бы, ситуация лучше не стала. У меня по-прежнему, это линейная функция, эта функция вогнутая. Но как только я навесил модуль, я могу сказать, что у меня реально функция определена на полуоси. От нуля до плюс бесконечности. Потому что в обратную сторону она как бессимметричная. Давайте пересмотрю по поднимателю второе слагаемое. Значит, минус логарифм e в степени минус модуль x пополам плюс e в степени модуль x пополам. Я теперь сделаю такую замену переменных. Введу переменную t, равную x квадрат. Тогда корень из t, это будет как раз модуль x. И распишу это выражение как функцию от t. Получаю минус логарифм e в степени корень из t пополам плюс e в степени минус корень из t пополам. А теперь давайте посмотрим, что же у нас из себя эти функции представляют. Ну, что такое линейная функция? Понятно, рисовать не буду. Как ведет себя функция вот эта вот? Давайте ее коричневым цветом здесь нарисую. Эта функция четная по x. И ведет, например, на себя вот так. Она вогнутая, у нее линейные асимптоты. И вот нуля максимум. А теперь давайте посмотрим, как ведет себя вот эта функция. Все, что я сделал, воспользовался тем, что функция четная. Поэтому я могу перейти к рассмотрению функции на полоси. А коли на полоси, на неотрицательной, я могу сделать такую замену переменных. Перейти к неотрицательной переменной t. И вот чудо, вот эта функция начинает вести себя вот так. Мы получили выпуквую функцию. Но легко проверить непосредственно. То есть как бы сделал два приема. Первый, я выполнил нелинейное преобразование оси ординат, перешел в грифмическую шкалу. И второй, я выполнил нелинейное преобразование оси абсцисс. Квадратичное преобразование применял. Нелинейными преобразованиями я из сегмоидной функции ухитрился сделать выпуквую функцию. То есть для выпуквую функцию у меня существует и очень легко описывается вариационные нижние границы. Просто как уравнение касательное. Собственно, факт не такой уж тривиальный. Поэтому это вариационные нижние границы Мина. Название границ Джакова Джордана. Предложено было, кажется, в 1999 году. То есть меньше 20 лет назад. Давайте вспомним, как у нас выглядит равнение касательной. Поскольку мы сейчас именно его будем выписывать. Здесь у нас есть функция f от x. И мы хотим построить касательную функцию f от x в точке кси. Так, а зачем? Что такое x0? Ах, это x. Согласны? В точке x, равной x у нас как раз совпадаем со значением функции. Значит, коэффициент наклона f штрих от x. Ну и вот линейная функция. Все, значит, вот наша фиолетовая функция. Теперь мы хотим для нее построить вариационную нижнюю границу. Значит, и мы поняли, что эта функция выпуклая. Да. Но мы сейчас к ней вернемся. Да, да, да. Ну, можно сказать, что мы ее забили. В том смысле, что мы построим вариационную нижнюю границу для этой штуки, и потом просто прибавим x пополам к ней. Итак, я ставлю знак больше либо равно и применяю вот эту формулу для точки кси. Значит, для этого мне нужно взять в производную вот эту функцию. Давайте ее возьмем. Я пишу на вскидку, а вы меня проверяете. Я обожаю делать ошибки. Значит, у меня выражение под алгоритмом уходит знаменатель. В числителе значит, экспоненты остаются только та, которая была минус под экспонентой, пойдет с минусом. Дальше, значит, минус вот здесь вот. И теперь нужно продифференцировать корень из Т полам. Значит, это единица на 4 корня из Т. Похоже? Может быть, похоже. Или я где-то минус забыл? А, минус есть. Все. Значит, вот эта штука, кстати, называется тангенс гиперболический. Так что, если вас кто-нибудь кого-нибудь спросят, работали вы с гиперболическими функциями, можете гордо говорить, да, с тангенсами гиперболическими работали хотя бы в одном курсе. Ну, да. Просто тут я это не выписывал в виде гиперболического косинуса, потому что... Хотя... Ладно, баню. Короче, значит, вот выражение для производной. А теперь подставляем его в точке кси. Получаем минус единица на 4 модуль кси, тангенс гиперболический. Так. Не модуль, а корень из кси. Тангенс гиперболический. Корень из кси разделить пополам на т минус кси минус выражение самой функции в точке кси. Значит, минус логарифм е в степени корень из кси пополам плюс е в степени минус корень из кси пополам. Получил вариационную нижнюю границу. А теперь начинаю раскручивать в обратную сторону. Я ее получил в терминах переменных т, кси. Мне нужно получить термин переменных х. Значит, теперь что я делаю? Корень Т заменяю на х квадрат. Значит, давайте точка кси соответствует какому-то значению т, т, поэтому давайте введем кси равно это квадрат корень из кси равно модуль это. И тогда я переписываю это же выражение в терминах х и это. Минус единица на 4 модуль это тангенс гиперболический от модуль это пополам. Дальше х квадрат минус это квадрат. И дальше минус логарифм е в степени модуль это пополам плюс е в степени минус модуль это пополам. Обратите внимание, что вот здесь вот у меня опять же функция четная, могу модули стереть. Также кик навесил, могу их убрать. Ничего не изменится, потому что тут я беру один с минусом, другой с плюсом. Стираю. Дальше вспоминаем, что у меня был еще вот здесь вот х пополам. Не забываем про него. Значит, тогда я могу сказать, что у меня логарифм сегмоидной функции снизу ограничивается вот таким вот выражением. Минус единица на 4 модуль это тангенс и логарифм е в степени это пополам плюс е в степени минус это пополам и плюс х пополам. Давайте я всегда сделаю плюс-минус это пополам. Добавлю вычту. И теперь это пополам, который с плюсом, занесу ее под логарифм для того, чтобы здесь получить логарифм сегмоиды в точке это. потому что если я вот это выражение с плюсом заношу сюда, то я получу минус логарифм 1 плюс е в степени минус это. То есть это есть логарифм сегмоиды в точке это. А это пополам с минусом я с иксом сгруппирую. Ну, давайте еще одну выкладку сделаю, потом перейду к экспоненте. Значит, единица на 4 модуль это. Тангенс гиперболический модуль это пополам. х квадрат минус это квадрат минус логарифм. уже как бы плюс логарифм логистической функции в точке это плюс х минус это пополам. И теперь беру экспоненту, чтобы получить вариационную нижнюю оценку не на логарифм сегму, а на саму сегму. Экспонента. Так, значит, давайте спереди напишем сегмоида в точке это. Дальше экспонента минус единица на 4 модуль это. Тангенс модуль это пополам. х квадрат минус это квадрат. И вот здесь у меня еще плюс х минус это пополам под экспонентой. Вуаля! Что можно сказать про эту функцию как функцию от х? А почему перевернутая? А кто сказал, что непрямая? Значит, минус здесь 1 четвертая и единица на модуль это неотрицательное число. Тангенс гиперболический от положительного аргумента положительного. Значит, у меня здесь положительный коэффициент с минусом. Значит, это перевернутая парабола. Вуаля! Я получил перевернутая парабола под экспоненты. Плюс тут линейный член, то есть все это вместе опять же будет перевернутая парабола. То есть ненормированная гауссиана. Как говорится, за что боролись? В точке х равной это, чему равно выражение? это обращается в ноль, это в ноль, экспонент от нуля единица, значит, равно сигму от это. То есть у меня при х равном это достигается равенство. У меня первое, значит, это нижняя граница, меньше либрана всегда. И второе, я локально всегда могу ее подстроить под мою сигмоидную функцию в окрестности точки это, выбрав соответствующую точку это. Ну давайте это выражение обзовем h от x это. И тогда я могу мою подинтегральную функцию q от w, которая, напомню, равнялась произведения по объектам сигмоидных функций вот с таким вот аргументом умножить на нормальное распределение на w с нулевым от ожиданиям и коррекционной матрице a-1. Теперь я могу ограничить снизу произведением по i вот таких вот функций h от первого аргумента t и t w транспонирована x и t а второй аргумент это вариационный параметр это i умножить на собственно мою галусяну на w получившееся выражение интегрируется аналитически по w львы и того вместо того чтобы решать вот такую вот задачу поиск максимума по альфа максимума основанности я вместо этого заменяю это выражение на нижнюю на нижнюю оценку получают какое-то значение интеграла которое зависит будет от моих набора вариационных параметров это и от коэффициентов альфа и теперь это выражение пытаюсь оптимизировать по альфа и по это итерационным способом дальше начинаются технические детали в которые мы сейчас сдаваться не будем важно что это выражение оно в явном виде выписывается или не выписывается в явном виде формулы для итерационного процесса для пересчета альф и для пересчета всех это обратите внимание что чем больше у меня вариационных параметров тем вообще говоря ближе я могу подобраться моими вариационными оценками к истинному значению у нас от числа вариационных параметров по числу объектов для каждого объекта свой вариационный параметр довольно много ну и практика показывает что мы можем довольно неплохо снизу подпереть честное значение обоснованности оптимизируя вот это выражение при фиксированных это по альфа я нахожу максимум для моей аппроксимации фиксируя альфа и оптимизируя его по это я нахожу еще и точку в которой моя аппроксимация как можно ближе к исходной функции решая поочередно две эти задачи введя оптимизацию по это по альфа я достигаю как бы того чтобы аппоксимация была поточнее и побольше там где у меня точное и большое значение где аппроксимация точно имеет большое значение там исходная оптимизируемая функция имела большое значение что собственно и требовалось второй способ он как бы математически корректирован он обеспечивает нам что у меня вот это выражение которое подпирает снизу обоснованность монотонно возрастает по это и по альфа и становится ближе-ближе к истинному значению обоснованности и одновременно как бы еще и обоснованность максимизирует вот здесь вот нет никакого риска что у меня процесс разойдется зациклится или что я своя аппроксимация оторвусь от того собственно что я аппроксимирую поэтому хотя на практике этот способ не используется потому что существует более простой который работает но я с чем необходим вас с этим способом тоже познакомить далеко не всегда бывает что грубые схемы работают которые нарушают маниматическую корректность на самом деле есть способы которые позволяют и более корректно процедуру выписать надо просто понимать мотивацию мотивация очень простая если мы хотим максимизировать аппроксимацию функции нам нужно аппроксимировать ее не просто абы чем а нижней границей чем желательно вариационной то есть у нас было дополнительное пространство для маневра соответственно если мы хотим функцию минимизировать и хотим ее при этом чем-то аппроксимировать Нужно аппоксимировать верхней границей, опять же желательно-вариационной. Ну вот, собственно, на этом у меня всё. Если есть вопросы, чудно, вопросов нет. Значит, у вас будет практическое задание, поэтому вы сможете потренироваться с медным релевантным вектором. А на следующей лекции мы начинаем с вами рассматривать способы построения модели с латентными переменными. С моей точки зрения, это самое важное в курсе, поэтому если бы меня спросили, чего я хочу, чтобы студенты из курса усвоили хоть что-то, будем реалисты. Из нас мало кто будет применять байсовские методы на практике. Кто-то, надеюсь, будет, но далеко не все. А вот строить модели с латентными переменами в идеале будут все, потому что как минимум все должны точно это уметь делать. Поэтому если бы что-то из курса мне хотелось, чтобы вы усвоили, то это ЕМА-алгоритм и его многочисленные расширения, и то, где его можно применять, где нельзя, и к каким последствиям можно приводить. По этому заключению, ну погодите, у меня уже еще есть 2 минуты. Что вы собираться начинаете? Это у меня как бы через 2 минуты ученый совет начинается. А вы можете еще задержаться. Вопрос. В каком виде вам в базовом курсе давали ЕМА-алгоритм? Объясню, что ЕМА-алгоритм. Да. Да. Все доволен. Я что, все все помнят? Что? Ну, доказывается, это несложно. Там проблема не столько в доказательстве, сколько в понимании, зачем нужна эта общая схема. Зная общую схему, можно кучей разных способов ЕМА-алгоритм обобщать, улучшать, модифицировать, повышать эффективность, масштабировать. А если знаешь формулу под ключ конечный, то из них очень сложно, допустим, построить масштабируемую версию ЕМА-алгоритм. Поэтому, собственно, важен вывод. Важно понять, за каких соображений он берется. Ну, то есть у вас это, в принципе, было, но типа не гря бы повторить. Окей, повторим.